Здравствуйте! Несмотря на то, что у меня сейчас в руках гитара, героем нашего сегодняшнего выпуска будет динамический микрофон Fifine K688. Но гитара у нас для того, чтобы сегодня продемонстрировать при помощи этого микрофона не только лишь звукозапись голоса, но также попробуем записать музыкальный инструмент на этот микрофон. Давайте посмотрим, что из этого получится. Первым делом, пока этот микрофон у меня в руках и мы с вами не записываем голос при помощи его, давайте посмотрим поближе конструкцию этого микрофона и комплектацию. Начнем с того, что у нас микрофон поставляется вот в такой небольшой, но довольно-таки симпатичной коробке, в которой самое главное нам сообщается, что здесь у нас есть XLR интерфейс, а также USB Type-C. И все это у нас упаковано вот в такую достаточно удобную и надежную ванночку. В комплекте у нас, конечно же, имеется переходник с 3,8 на 5,8, если необходимо. Также в комплекте у нас был USB провод, USB Type-C на USB-A. Длина этого провода 2,5 метра, что, в общем-то, позволит вам подключить этот микрофон не только лишь к ноутбуку, который находится у вас на столе, но также и к компьютеру, если он у вас находится где-то далеко. Конечно же, в комплекте у нас есть инструкция, но инструкция у нас на английском языке. Однако, скажу, что при подключении этот микрофон, в общем-то, сразу же определяется системой, то бишь, в моем случае Windows, и он, в общем-то, настроен для работы. Я посмотрел в настройки, там есть возможность увеличения громкости, понижения громкости, включения-выключения, мониторинга. Но при этом, при всем, когда мы подключаем микрофон, он уже настроен, и им можно пользоваться. Но если будет необходимость прибежать к инструкции, то здесь у нас есть также и рисунки. То есть, хоть все на английском языке, но благодаря иллюстрациям все достаточно понятно и просто. Так, значит, по инструкции здесь все это убираем. Давайте посмотрим поближе сам микрофон. Значит, микрофон у нас состоит из сразу двух частей. Это, соответственно, сам микрофон в металлическом корпусе. А также виброподвес, который у нас, в общем-то, прикручен к этому микрофону. При желании эту конструкцию можно будет разобрать, но, в общем-то, подразумевается, что вы пользоваться будете этим микрофоном сразу же, вот как есть. Соответственно, здесь у нас место подкрепления либо на штатив, либо же на микрофонную стойку, которая нам позволяет еще дополнительно немножечко гнуть этот микрофон, точнее, положение изменять. Как я уже сказал, все у нас металлическое. Металлическое. Значит, под ветрозащитой у нас, опять же, металлическая защита, которая прикрывает капсюль. Капсюль у нас, в общем-то, довольно-таки стандартно выглядит, как это бывает в динамических, не конденсаторных микрофонах. Это у нас динамически, еще раз напомню. Выглядит у нас, соответственно, под ветрозащитой вот таким вот образом. С обратно, а, давайте по ветрозащите, она довольно-таки интересна и необычна. Она у нас состоит из двух вещей. Значит, внутренняя часть, это у нас акустический поролон, а снаружи, как будто бы второй слой, я надеюсь, сейчас вам видно, здесь есть такое как бы напыление, это что-то более такое махровое, что ли, по своему составу. В общем, ветрозащита, в принципе, справляется неплохо со своей задачей, но только в том случае, если этим микрофоном пользоваться, грубо говоря, правильно. То есть, такой микрофон мы с вами можем без проблем использовать неправильно, вернее, наоборот, с проблемами. Это в том случае, если мы с вами будем говорить в микрофон прям вплотную, то у нас будут при записи там все шумы от дыхания, от произношения слов, в которых присутствует звука P, от которых, в общем-то, спасает поп-фильтр или же ветрозащита. Вот, для того, чтобы этого не было, для того, чтобы у нас не было проблемы при звукозаписи, микрофоном нужно пользоваться хотя бы на расстоянии 10 сантиметров от источника звука, то бишь, от нашего рта. В этом случае все будет хорошо и проблем при записи не будет никаких. Также на микрофоне у нас предусмотрена сенсорная кнопка, которая отключает микрофон. То есть, если вы, допустим, ведете прямую трансляцию, у вас поступает звонок, на который вам нужно ответить, вы просто прикасаетесь к этой кнопке, у нас отключается микрофон, в этот момент, соответственно, в эфир у вас идет тишина, а по завершении звонка вы опять прикасаетесь к этой кнопке и продолжается у нас поступление звука в микрофон и, соответственно, в вашу трансляцию или же вашу запись. На обратной стороне микрофона мы с вами видим органы управления. Здесь у нас, во-первых, присутствуют два интерфейса. XLR. Это в том случае, если вам нужно подключить этот микрофон к нашей внешней звуковой карте, и в этом случае вы все регулировки микрофона осуществляете на вашей внешней звуковой карте. Я вам сразу скажу, что я делал тест записи голоса между звуковой картой Zoom. Вот у меня есть вот такая вот карта Zoom U24, которая довольно-таки дорогая и, в общем-то, является качественной картой. И также, как записывает звук через USB Type-C. Разницы в звучании я лично не услышал. Это значит, что у нас здесь используется довольно-таки хорошая звуковая карта в корпусе этого микрофона. Интерфейс USB Type-C, через который этот микрофон подключается к вашему компьютеру, будь он на Windows или же на Mac OS, или же также подключается этот микрофон к Sony PlayStation, как написано в инструкции. И при подключении через USB интерфейс у нас задействуются уже все остальные регулировки. Это у нас, во-первых, регулировка громкости микрофона, то есть, насколько он громко или тихо у вас будет записывать. Эта регулировка у нас отвечает за громкость аудиовыхода. Мы с вами можем подключить наушники к этому микрофону и осуществлять мониторинг во время записи, что, в общем-то, очень и очень удобно. И лично мне понравилось в таком варианте очень здорово с этим микрофоном петь песни. Ну, по крайней мере, он помогает как бы себя слышать и помогает попытаться исправить недостатки, которые, в общем-то, есть во время пения, которых у меня лично очень много. Давайте подключим этот микрофон и будем уже дальше записывать звук при помощи него. Используя комплектный USB провод, подключаемся сюда. Опа. И у нас с вами сразу же загорается лампочка. Сейчас мы с вами включаем запись. Опа. И запись у нас пошла. Соответственно, сейчас, в данный момент, мы с вами уже переключаем запись нашего голоса на микрофон. Я постараюсь его поменьше трогать, для того, чтобы вам не было посторонних шумов. И давайте с вами сделаем небольшую демонстрацию, как у нас записывают различные микрофоны. Значит, во-первых, это у нас микрофон Fifine K688. Во-вторых, у нас есть микрофон, который встроенный в основную камеру. Это Sony A7S2. В общем-то, хорошие микрофоны, но, соответственно, они не предназначены для записи вот на таком большом расстоянии четкого голоса, потому что они записывают все вокруг, все, что происходит. И у нас есть еще третий микрофон, который у нас в дополнительной камере. Здесь у нас, значит, DJI Osmo Pocket 2, в которой, в общем-то, хорошие микрофоны, и тоже все здорово. И первую часть видео вы слышали звук именно с этих микрофонов. Ну, а сейчас вы будете слышать. Раз, два, три, четыре, пять. Тестовая запись голоса при помощи микрофонов камеры A7S2. Раз, два, три, четыре, пять. Тестовая запись голоса при помощи микрофонов в DJI Osmo Pocket 2. Раз, два, три, четыре, пять. Тестовая запись при помощи микрофонов в... А, забыл, как называть. Раз, два, три, четыре, пять. Тестовая запись микрофона Fifine K688. Что касается самого микрофона. Все, в общем-то, неплохо. Благодаря тому, что это динамический микрофон, а не конденсаторный, у него есть довольно-таки такое небольшое поле или радиус действия. Он очень хорошо и четко записывает голос, когда источник звука находится на оси в микрофон, то есть направлен в сам капсюль, ну или же верхушку этого микрофона. И он, этот микрофон, довольно-таки слабо записывает посторонние шумы. То есть то, что у вас происходит за окном, или же то, что происходит у вас в соседней комнате, этот микрофон захватывает, но очень и очень тихо. И это основные преимущества и основные плюсы этого микрофона. Значит, расскажу, чем я, в общем-то, пользовался и пользуюсь на данный момент во время записи моих видео. Ну, начинал, конечно же, как, наверное, и многие, при помощи записи голоса на мобильный телефон. На первое время с задачей справлялся мобильный телефон, но в будущем мне хотелось немножечко лучше все-таки записывать голос. А я начал пробовать различные петличные микрофоны. Тоже было все, в принципе, неплохо на первых порах, но постоянно привязанной к этой петличке, как-то, знаете, ограничиваешься в кадре. Я начал экспериментировать дальше. В первую очередь я купил микрофон, точнее, рекордер Zoom H1N. На нем хорошие микрофоны. Мне нравится, очень классно все пишет. Но есть недостаток, который как раз-таки и присущ конденсаторным микрофонам. Он очень чувствителен ко всем шумам, которые происходят вокруг. Все, что было за окном, захватывалось во время записи. И все, что происходило в соседних комнатах, тоже, соответственно, попадало в звукозапись. И это была довольно-таки большая проблема. В дальнейшем я захотел все-таки попробовать что-то еще. Купил себе камеру DJI Osmo Pocket 2 в комплекте Creation Combo, в котором был вот такой вот микрофон беспроводной. Довольно-таки тоже хорошая штучка и удобная. И много моих видео было написано при помощи этого микрофона. Но есть огромная-огромная проблема. Этот микрофон у нас работает с камерой только в том случае, если к камере больше не подключено ничего. А вот, например, сейчас я для того, чтобы понимать, что у меня находится в кадре, подключил iPad к этой камере. И, соответственно, вижу кадр. То есть вижу, что у меня попадает в объектив. И если я подключаю iPad, то я не могу подключить микрофон. Хорошо, ладно, пусть будет не iPad. Здесь есть такой проводной интерфейс. Я могу сюда подключить телефон. В этом случае я тоже не могу пользоваться вот этим вот микрофоном. То есть микрофоном можно пользоваться только лишь с этой камерой и не видеть, что происходит у меня в кадре. Ну, а с этим микрофоном, соответственно, проблем нет. Это отдельное устройство, которое пишет голос. Плюс пишет действительно именно хорошо и приятно голос. Эти микрофоны специально создавались для записи голоса. Блин, сколько раз я сегодня про голос буду говорить? Давайте перейдем к тестам. Давайте попробуем записать сейчас гитару на этот микрофон и посмотрим, что из этого получится. Для того, чтобы записать звук гитары, я сейчас сниму ветрозащиту, поскольку без ветрозащиты у нас звук микрофон записывает чуть более ярко, что, в общем-то, и необходимо для гитары. Ну и, соответственно, микрофон будет лучше всего располагать не напротив розетки, а где-то напротив 12 лада у гитары. И поехали! Ну да, конечно же, все получилось не так идеально, как мне хотелось бы, но, тем не менее, для демонстрации, в общем-то, получилось. Можно даже немножечко сделать больше наш эксперимент. И сейчас я приподнял микрофон немножечко выше. Возможно, сейчас будут залетать вот такие вот звуки, которые будут посторонние, но, тем не менее, если вдруг вы захотите этот микрофон использовать для звукозаписи одновременно и гитары, и вашего голоса, во-первых, это плохая идея, но все же это возможно. Давайте посмотрим, что из этого получится. Сразу предупреждаю, я очень плохо пою, поэтому для слабонервных лучше дальше не смотреть. Это прям такое, знаете, может быть не очень самое приятное, что вы услышите. Поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимают искры воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Все. В общем, на этом наш эксперимент по записи акустического гитары, а также как этот микрофон использовать во время пения песен. Вы услышали. Сразу говорю, точнее еще раз повторюсь, то что не судите строго. Поскольку пою я и играю очень-очень, так скажем, посредственно, но тем не менее мне хотелось в этом видео продемонстрировать возможности этого микрофона и что вы можете, как вы можете его применять, если он попадет к вам. Я этим микрофоном доволен. Мне нравится, как он записывает звук. Также я сравнил для себя по сравнению с микрофоном Shure SM58, который, в общем-то, является одним из, наверное, самых популярных микрофонов и самых продаваемых концертных микрофонов, которые когда-либо были. В нем все здорово с записью голоса, но мне немножечко не хватает силы звука в нем. То есть он как бы обрезает достаточно сильно низкие частоты, но в то же время звучит очень ярко в высоких частотах. Этот микрофон у нас чуть менее яркий по высоким частотам, но зато дает ту самую силу по низкочастотному диапазону, который, в общем-то, мне и хотелось получить. Вот. Также сейчас вам продемонстрирую работу кнопки, которую у нас, в общем-то, выключает. Сейчас нажал на кнопку, и вы меня вновь слышите. То есть это как раз-таки функция приглушения, если вам так будет необходимо во время вашей работы с микрофоном. Пусть будет так. На самом деле это такой инструмент творческий, который вам даст много вариаций и возможностей с этим микрофоном работать. Вы можете говорить в этот микрофон, если необходимо, вот таким вот образом, допустим, если вы не можете контролировать ваши вот такие вот звуки. Лучше, конечно же, будет это все дело компенсировать при помощи поп-фильтра, если вдруг вы не можете справиться, например, вот как я, например. На данный момент этим микрофоном пользуюсь уже около недели, и честно скажу, я еще не до конца привык, как им пользоваться, потому что я, скажем так, не имею привычки контролировать свое расстояние от микрофона. И в этом случае мне очень сильно помогает поп-фильтр, потому что он исправляет эту самую проблему, и вы можете в этом случае направлять ваш голос прямо в микрофон, и звучание вашего голоса будет более яркое, если вам не хватает в голосе яркости, как, например, мне, да. Вот, что еще? Ну, в общем-то, все, на самом деле, по этому микрофону, что мне хотелось сказать. До новых встреч и до новых видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok